Индира Молдобаева по образованию бухгалтер приехала из Аркалыка. Найти работу для девушки с ограниченными возможностями самостоятельно пока не удавалось. По её просьбе руководство общественного объединения «Доступное образование для студентов-инвалидов» обратилось за помощью в Кустанайский филиал партии «Нуратан». Помощник отдела кадров. Вот эта девочка живёт в Аркалыке, Индира. Она очень хочет работать. И она звонит, и родители её звонят. И она приехала из Аркалыка вот сегодня. Она хочет в Аркалыке работать? Ну, мы что, да, да, Федер. Где найдётся, я готова работать. Мы обязательно попробуем узнать, какая работа для вас есть. Единственное, наверное, мы не сможем гарантировать, что это будет работа по специальности. Но я думаю, если пообещают любую постоянную работу, наверное, надо соглашаться. Такая встреча предпринимателей, членов кустанайского филиала партии «Нуратан» и людей с ограниченными возможностями сегодня впервые состоялась в Кустанаю. Потенциальных работодателей удивило стремление некоторых ребят найти всевозможную работу. Здесь же в холле организовали мини-лавку, в которой можно было купить вещи, созданные руками безработных инвалидов. Помочь найти работу таким ребятам в филиале партии стараются уже на протяжении двух месяцев. Мы делали запросы, наши все районы и филиалы партии отрабатывали эти списки. Вот очень приятно то, что с Денисовки сразу пришёл ответ о том, что трудоустроен инвалид. Фамилия сейчас вам скажу, Иржанов, Асалбек. В городе Рудном три человека трудоустроены. Аркалык сейчас решает вопрос по трудоустройству девушки. И в городе Кустаная мы ведём усиленную работу. Итогом встречи сегодня можно назвать то, что из 15 обратившихся молодых людей с ограниченными возможностями, 9 человек нашли своих работодателей прямо в зале заседания. К примеру, ТО и Волгохолдинг пригласили сразу двоих специалистов – бухгалтера и программиста. ПКСК «Юность» – сварщика. Ещё пять молодых профессионалов смогли найти работу по месту жительства. Каждый в своём районе. Бауржан Ержанов, Надежда Кадыкина, РТН.